Да, закрыли в четверг. Никто ничего не делал. А на пятницу на ночь ливень. И с той стороны дом новый строится, там тоже перегородили. И поэтому там скопление обходили по щиколотку. Ну, лично моя дочь пришла по щиколотку быстрее в ванну. Субботу, естественно, никто ничего, пятница, суббота, никто ничего не делал. И вот по сегодняшний день никто ничего не делает. Вот он, тот самый забор раздора. Едва люди увидели нашу съемочную группу, во дворе стали собираться активисты, в основном из молодых мамочек. Им как раз перекрытый проход доставляет больше всего неудобств. Сейчас он уже открыт, жильцы дома сами убрали ограждение. На свой страх и риск. Мы сами открываем, это все неправильно. Ну, и ходить нам негде. Негде. Простите, делайте это до засыпки как-то, не знаю. Ход нормально, сделайте. Освещения там вообще нет. Освещения там вообще нет. Там собаки бегают, там и кран. Строишься дом, кран вот так вот ходит. Да я сейчас, не дай бог, ребенок сейчас упадет или что там. Приди у нас зима. Это просто страшно, согласитесь. Снег, дожди постоянно. Постоянно эта лужа, она просто огромная. Ее не перепрыгнешь, ее не обойдешь ни с одной, ни с другой стороны. Вот он, этот самый проход с северной стороны. По словам местных жителей, стоит пройти дождю, как все здесь превращается в прямом смысле слова в озеро. Ливневок нет. И даже сейчас видна грязь, которая осталась после последней непогоды. Стоит отметить, что это также единственный подъезд к дому для автомобилей. И если легковушка здесь еще пройдет, машины экстренных служб едва ли. За то, чтобы к дому был нормальный подъезд-проход, жители борются не один год. Когда заселялись, говорят, напротив был пустырь. С южной стороны тоже простор. Сейчас сбоку появился супермаркет, напротив недострой. Его, к слову, обещают снести. Только вот когда – большой вопрос. Я лично требовала проход вот через пятерочку забор. Но там пятерочка, видите какая? Бурьян, мусор, строительный мусор. Сейчас речь не об этом проходе. Закрыли единственный проход, чистый, который был из-за кирпичей. Да. Когда будут ремонтировать эти кирпичи, чтобы люди не ходили и не боялись, что им на голову что-то упадет? Управляющая компания пусть ответит на этот вопрос. Но вы нашли уже каких-то промышленных комбинистов? Не вы. Не вы. А управляющая компания. Я веду порядок в доме. Вы говорили управляющей компанией? Смотрю, да. Вопрос туда надо. Сейчас давайте пойдемте туда. Мы отправились в управляющую компанию. Там нас, конечно, не ждали. Но узнав, что приехала съемочная группа, директор быстро появилась на рабочем месте. По ее словам, закрытая дорога – мера вынужденная. Обеспечить безопасность обязал Краевой строй-жилнадзор. В ведомстве это подтвердили. Там о проблемах с фасадом дома знают давно. В марте провели внеочередную проверку. Сделали экспертизу. Выписали предписание управляйки. Одним из пунктов в рекомендациях было оградить опасный участок для обеспечения безопасного проживания граждан, проходящих вблизи участка, где возможно выпадение кирпичей. Таким образом, управляющая компания исполнила часть предписания. На настоящий момент предписание находится на контроле в управлении. Срок – декабрь текущего года. Теперь управляющей компании нужно искать способы полностью устранить проблему. Как рассказала директор, трещины заделывают регулярно. Но этого недостаточно. Нужно искать причину, почему выпадают кирпичи. Пока же одна из мер, чтобы защитить жильцов – временные металлические навесы. Компания заказала проект. Его сделали. Для того, чтобы реализовать этот проект на практике, нужно миллион четыреста шестьдесят два. Мне нужно сейчас тариф повысить для обеспечения вот этого безопасного прохода на 73 рубля сразу. Вот представляете, что это такое для людей? Сейчас давайте мы разово соберем под 73 рубля с квадратного метра, чтобы установить эти навесы, которые вообще в дальнейшем, куда мы их вообще применим. Поэтому прибегать к этой мере управляйка не спешит. Сейчас компания попытается включить дом в программу капремонта. Но это будет только в следующем году. А еще попытаются договориться с собственниками и открыть проход между супермаркетом и замороженной стройкой. И надеются на помощь городской администрации. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Недоумевают, как может так разрушаться дом, построенный пять лет назад. Кира Рогожина и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение.